Последние приготовления и на воду. Инспекторы патрульной службы МЧС отправляются в рейд по ангаре. Водный путь пока еще свободен ото льда и открыт для движения транспортных средств. Такие проверки помогают выявить нарушение правил использования маломерных судов. Однако злостных нарушителей здесь встречают редко. Местные рыбаки плавают в этих водах почти всю жизнь, поэтому правила знают. Как и Александр Лестраткин, который рыбачит на ангаре с 1985 года. Техпаспорт, права, судовой билет, все в порядке. У нас тут не дают скучать ГИМС, с документами все в порядке. Соблюдаем правила, стараемся не нарушать. Однако не все владельцы лодок честны перед законом. Поэтому патрулирование и особый контроль продолжаются. Навигация на реках Иркутской области завершилась еще 10 октября. Но ангара – исключение. В ее водах маломерные суда будут ходить еще две недели. С начала навигационного периода здесь поймали 152 нарушителя. Это те, кто не смог предоставить при проверке разрешительных документов или даже прав. Их выдают в ГИМС после посещения курсов и экзамена. Но самое распространенное нарушение – стоянка на судовом ходу. На реке он обозначен плавучими знаками – буями или бакенами. Когда человек, вопреки требованиям правил пользования маломерными судами, то есть совершает стоянку на якоре в месте, предназначенном для хода больших судов. Бывает также и по неопытности, также может быть это и человек в погоне за большим уловом становится, то есть на судовой ход, потому что там рыба ловится больше. За первое такое нарушение судовладелец получит предупреждение. В последующих случаях его накажут денежным штрафом. Инспекторы отмечают, с наступлением холодов рыбаков на ангаре стало меньше. Вот и сегодня при патрулировании нарушителей не выявили. Такие рейды будут проходить до 1 ноября. После спасатели достанут свой катер из воды и движение по реке будет запрещено. Александра Турченинова, Сергей Полянский. Новости сейчас.